Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Целый час делала себе такую прическу, которую даже не видно. Вот такие косички запляла, аккуратненько сделала макияж. И сегодня мы с вами будем кушать скумбрию, потому что ее очень давно не было. Здесь у нас натуральный сок от Bahar. И очень интересная тема для разговора. Меня уже начинает напрягать то, что я не могу остановить себя. Во время покупок. То есть я покупаю вещи, которые плюс-минус у меня уже есть. Например, у меня 21 типных платьев от Шейн. Самое обидное, что некоторые из этих платьев я даже ни разу не носила. То есть они уже 2 года в моем гардеробе, появляются какие-то новые платья. А эти просто висят. И непонятно, сколько они еще будут висеть. И вообще надену ли я их когда-нибудь. Я заметила, что другие блогеры, тоже шипоколики, такие же, как я, ведут проект год без покупок. Где-то полтора месяца тому назад. Полтора года тому назад. Я пыталась тоже начать год без покупок, но у меня не получилось. Поэтому годы это слишком много. Но я хочу пока что, посмотрим, как будет, до Нового года ничего не покупать. Поставить себе запрет. Это ни в коем случае не в целях экономии, а просто в целях рационального потребления. В тиктоке, когда я вижу модных экспертов, которые говорят, что сейчас не актуально, а что актуально, мне просто хочется телефон швырнуть об стенку. Потому что то, что я купила в прошлом году, мне говорят, что уже не актуально. А я не успела еще ни разу надеть эту вещь. Этот год без покупок, просто без покупок, невозможно, потому что есть вещи, которые мне необходимы. Например, у меня нету зимней куртки, мне нужно пальто. То есть какие-то вещи я все-таки покупать буду, но это вещи будут действительно необходимые. Если взять мою коллекцию тональных, и учитывая, как экономно я расходую тональные, и добиваю прям до конца, у меня есть тональные на 4 года вперед. Вот зачем мне еще покупать? Логика. Точнее, отсутствие логики. Какая рыбка вкусная. Я купила то, что подороже. Цель моего проекта не просто перестать тратить деньги, а начать тратить деньги на то, что мне действительно нужно. В гардеробе действительно есть вещи, которых у меня нету. Нету нормальной зимней куртки. Нету тренча. Зато летних платьев 50 штук. 20 из них однотипные. Я просто решила поставить тебе стоп. Например, на золото. У меня уже очень много стели. Вот это кольцо, например, от Sunlight. Я его купила полтора года назад, и полтора года оно просто лежало в шкатулке. Почему? Потому что у меня много всего, я не успеваю. Поэтому золото в ближайший год я себе покупать не буду. Исключение только подарки. Например, мне могут что-то подарить. Тогда не считается. Из косметики. Из ювелирки. Из ювелирки. Мне могут подарить. Но сама из своего кармана, потратив деньги, пойти купить. Это все табу. С сегодняшнего дня по Новый год я ставлю себе запрет. Когда я смотрю других блогеров, я понимаю, я еще не че так. То есть, если по Голике гораздо хуже, чем я. Видела девушку, у которой 3000 помад. Понятное дело, что в сравнении с такими экземплярами я еще молодец. Но не надо доводить себя до такого. Раньше я себя оправдывала, но сейчас я понимаю, что это какая-то зависимость. когда я захожу в магазин, я обязательно должна там что-то купить. Прямо какие-то силы мне говорят, купи, купи, купи. Это тебе надо. Потом будешь пользоваться. Это понадобится. Какой-то человек как будто меня уговаривает. Каждый раз уговаривает купить ту или иную вещь. Как картошка вкусная. Не знаю, либо я голодная, либо реально очень вкусно. Но я не голодная. Там было несколько видов рыбок. Я взяла самую дорогую и не прогатала. Она самая вкусная. В общем, кто со мной, кто тоже шопоголик, пишите в комментариях. На меня еще очень плохо влияют всякие акции. Маркетинг всех компаний работает чисто на меня. Они работают на лоха. Пожалуйста, лох. Я сегодня утром встала. Отписалась от всех страниц косметики. Одежда. Здесь мой основной аккаунт Айка Емили в инстаграме. Есть еще личные. И вот я с личного тоже отписалась, чтобы не было таких казусов, что я вот увидела что-то по скидке. Я должна это купить. Мне сложно себя остановить. Элементарно взять парфюмы. У меня столько парфюмов, которых нужно закончить. Я решила закончить сетевые вот эти ароматы Эйвен, там Арифлейм и все такое и больше не покупать. Дело не в том, что я хочу перейти на какой-то дорогой сегмент. Нет. Просто, например, у меня есть аромат от Zara и есть аромат, например, от Faberlic. Стоят они одинаково, но стойкость у них абсолютно разная. Учитывая, что Zara тоже это как масс-маркет, их ароматы гораздо лучше остаются. Но, возможно, я не те экземпляры сравниваю. Но я хочу вывести из своей коллекции абсолютно все ароматы от Эйвен. Но только Farway можно оставить. Но он тоже не очень стойкий. используется тем, что у меня есть. Не знаю, опять же, возможно, у меня опять не получится, как в прошлый раз. Возможно, я забуду про проект, нечаянно куплю что-то. Но я уже завела тетрадку, куда буду все это записывать. Но самое главное, надо перестать ходить по магазинам. Но иногда ты вынужден. Тебе, например, нужно купить шампунь, ты заходишь в магазин и видишь, например, по акциям тональной, которым ты всегда пользуешься и покупала его по двойной цене. Там какая-то акция на него. И просто очень сложно удержаться. И я буду стараться держать себя в руках. Самая главная проблема принять. Принять ее наличие. Когда мне говорили, что Айка, у тебя шапоголизм, ну, возможно, не в такой сильной степени, но все равно в какой-то степени он у меня присутствует. То есть каждый раз я думаю, что же мне купить. прежде всего, если посмотреть со стороны экологии, такое потребление ни к чему хорошему не приведет. Я, конечно, не очень сильна в этой области. Но если вещь висит в шкафу уже, не знаю, второй год и тебе она нравится, но ты не так часто выходишь из дома, чтобы ее надеть, смысла покупать еще 30 таких вещей точно нет. Вот это надо усвоить и сделать себе вывод. Я думала, я не съем столько картошки. Она настолько вкусна. это не значит, что я иду на полную дорогу минимализма и все, буду покупать одну сумочку за 500 долларов и все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, я придумала себе эту проблему или действительно я покупаю слишком много. Вот мне интересно, реально. Может, я просто придумала все вы так покупаете. Например, у меня нету ни от них нормальных часов. А ювелирки у меня дофига. Настолько много, что я не успеваю носить. То есть, у меня, знаете, какая проблема? У меня каких-то вещей очень много, а каких-то вещей вообще нету. И поэтому до Нового года я не буду покупать ненужные вещи. Кто-то может думать, что я заказы Шейн делаю специально для видео. Наверное, это бы прозвучало очень благородно, что я ради вас снимаю видео, ради вас это все покупаю. На самом деле, это будет воронье, потому что мне самой хочется это сделать. Я еле себя сдерживаю. Например, последняя моя покупка это вот эта золотая цепочка. Точнее, золотой кулон, который я покупала вместе с вами и показывала во влоге. короче, пока что у меня такой стопэ. Посмотрим, что будет. Все, я буду записывать. Если вам интересно, пишите обязательно в комментариях. Каждые три месяца я буду делать отчет. В каком плане отчет? По-любому, для себя я буду записывать это. Но если вы хотите, еще могу снимать видео для вас, что я купила за последние, например, три месяца. Ну, вычитывая продукты там из того, что действительно мне нужно. я вам в инстаграме показывала. Кажется, все это, что мелочь. Там 50 долларов раз потратила, 80 долларов, два потратила. Я посчитала все свои заказы Шейн, и у меня за год получилось 2700 долларов. Прикиньте. Конечно, это за год, понятное дело, и там много чего. Но все равно, на мой взгляд, это очень много. Некоторые, правда, девчонки мои и сладкие меня оправдывали и говорили, что да не парься, все нормально, учитывая, что год ты там покупала. Кстати, не только я, еще были пару заказов моих подружек. Так, вам на минуточку. Впервые я себя остановила вчера, или позавчера, позавчера, когда я хотела себе купить сережки, я себе сказала, нет, стоп, эти сережки покупать ты не будешь, потому что ты сама себе обещала, что больше ничего заказывает Шейн, не будешь. Там просто такие приятные цены, это сносит крышу. Я поела, моя хорошая, наелась, было очень вкусно. Я начала пересматривать клоны, вот пока красилась, смотрела, посмотрите, какой макияж у меня получился в процессе. Обязательно пишите в комментариях свое мнение, как вы считаете, я придумала себе эту проблему, или действительно существует такая проблема, которую мне нужно решать. Ваше мнение для меня очень важно, и если многие напишут, что забей, я, наверное, забью на эту тему. Поехали. Продолжение следует...